Промзона Москвы В Нижегородском районе юго-восточного округа Москвы Между тремя железными дорогами То есть она как бы замкнута В принципе находится внутри вот этих вот железных дорог И представляет собой почти треугольник Но только он немножко завален вот на этот бок Вот здесь проходит окружная железная дорога Около бывшей грузовой станции Андроновка Ну а теперь эта платформа Андроновка Здесь находится на границе промзоны Это первая железная дорога Вторая железная дорога Это вот эта вот дорога Это соответственно у нас Казанское направление железной дороги Между платформами Фрезер Или сейчас ее назвали Андроновка зачем-то Ну и Перова соответственно Вот Ну и третья железная дорога проходит внизу Вот здесь И это Горьковское направление Ну или сейчас Нижегородское направление Вот Которое идет от Курского вокзала Вот И здесь находится между платформами Карачарова Которую сейчас назвали Нижегородское И Чуклинка Вот здесь находится И вот между вот тремя железными дорогами Окружной, Казанской и Нижегородской Вот как раз вот и находится вот эта вот промзона Карачарова Ну а название свое Эта промзона получила от подмосковного села Карачарова Которая неподалеку находилась Ну не непосредственно в самой промзоне Но рядом с ним Близко от него А в самой промзоне находилась деревня Тужиловка Была такая деревня Тужиловка Ну сейчас от нее уже и следа не осталось Она находилась ближе вот сюда Скорее даже где-то здесь Ближе к Нижегородскому направлению Здесь вот Шоссе Фрезер Вот около шоссе Фрезер И вот здесь вот Нижегородское направление Где вот как раз Находится Ну то сейчас вот тоже вот Где окружная железнодорога И вот как раз между окружной И вот Нижегородское направление Ну вот в этой местности находилась Деревня Тужиловка Но опять же от нее уже не осталось ничего Ну и кроме того Также были всякие Здесь поля, пустыри То есть неосвоенные территории По имени Жегородского ручья Который является притоком речки Нищенки Ну и сейчас мы этот ручей видеть практически не можем Он почти на всем протяжении заключен в коллектор Вот Ну и потом уже возникли поселок Новокарачаровский Это ныне 86 квартал Карачарова Ну а также поселок Фрезер Который является перевозен с пятым кварталом Карачарова Ну в общем-то Конечно жилые дома Они как бы В принципе фактически Конечно они не Так сказать Входят в состав промзоны Да все-таки это как бы жилая зона Они промышленные Но иногда тоже вот эти вот Их не так много здесь Вот они в основном группируются Около между Второй фрезерной Басовской улицей Шоссе Фрезер И также Второй-третьей Карачаровскими улицами Вот Ну и иногда эти Жилые кварталы тоже включают В состав промзоны Ну просто дело в том Что там в основном Дома были построены для рабочих Которые работали Там в основном пятиэтажки кирпичные Ну есть немножко там Там восемь этажей что ли Один или два дома Ну двенадцать Четырнадцать этажей Но их совсем немного И эта промзона Это так сказать Это место Отличается тем Что там практически нет новых домов То есть все дома были построены В советское время И Были построены они В основном пятиэтажки И были построены они Для рабочих как раз Заботов Которые вот Собственно Составляли эту промзону Ну правда сейчас Вот заканчивается уже Строительство Нового жилого дома По реновациям Потому что Там эти кварталы Они попали в реновацию Там много домов снесут Чуть ли не все могут Даже снести В дальнейшем Ну сейчас не все Попали пока в реновацию Но В дальнейшем могут и Уже снести еще и другие дома Которые пока еще не попали Ну и вот для переселенцев Строится Нижегородского района Строится вот сейчас Уже заказ строительства На шоссе Фрезер Дома по реновации Многоэтажного Так что вот будет Можно сказать Такой первый дом Построенный уже Вот В постсоветское время А так В общем-то Вся домов В советское время Были построены Ну и Как ни странно Эта промзона Она Частично Работающая То есть В отличие от Многих других промзон Которые уже Или загнулись Или загибаются Вот И от которых остались Подчас только одни названия Эта промзона Она Ну Хотя бы наполовину Но все-таки работает И до сих пор Продолжает свою работу Три достаточно крупных предприятия Крупных завода Это Локомотиворемонтный завод Деревообрабатывающий комбинат И предприятия Полимер Сбыт Вот эти три предприятия Они функционируют До сих пор В то же время Конечно В советское время В общем-то Когда эта промзона Сформировалась В нынешнем виде Естественно Предприятий было Побольше Вот И Даже те предприятия Которые сейчас До сих пор работают Они уже конечно Работают не в ту силу Как это было В советское время То есть Во времена Их рассвета Сама промзона Стала формироваться С 1900 года Когда здесь Были основаны Вагоноремонтные Мастерские Это был Как бы таки Был Предшественник Нынешнего Локомотиворемонтного завода Вот Около Платформы Фрезер Эти мастерские Находились Ну собственно Вскоре После открытия Движения По железным Дорогам Которые Вот как раз Окружают Ну и собственно В частности По Казанской Железной дороге Вот появились Эти вагоноремонтные Мастерские Ну В 1908 году Была открыта И окружная Железная дорога Ну и естественно Появилась потребность В ремонте Вагонов Чем собственно Эти мастерские И Занялись Ну а Уже собственно Сама промзона Именно в нынешнем виде Она как я уже сказал Сформировалась В советское время Ну и Если быть точнее То в конце 1920-х В 1930-е годы Ну когда Собственно В стране Советов Был период Индустриализации Когда строились Крупные предприятия Ну не только В Москве Но и В других городах Советского Союза Ну и здесь В частности Вот как раз Появились Такие предприятия Как Фрезер Станкоагрегат Ну в частности Деревообрабатывающий Комбинат Завод Пластмасс Вот Ну и Собственно Уже Локомотивный завод Возник в нынешнем виде Ну и некоторые другие Тоже Более мелкие Предприятия Вот И Ну а в дальнейшем Уже соответственно Строились новые корпуса Предприятия Расширялись Которые Возникли В 30-е годы В основном Вот Немножко Переперфилировались Частично Выходили на Выпуск Некоторой другой Продукции Вот Ну а в целом Вот уже Вид промзоны Он в общем-то Как вот появился тогда Так по сути дела И граница промзона Да Ну во многом Они уже Именно С тех вот 30-х Ну и Некоторых последующих Десятилетий Которые за ним последуют Уже Так сказать То что мы сейчас видим Ну Уже в постсоветское время Практически Ничего здесь не строилось То есть как было Только вот Наоборот Разваливалось Или Эксплуатировалось Не по назначению Скажем так Вот И основной Специализацией Этой промзоны В советское время Было Машиностроение Вот И склады Складская деятельность Ну вот Что касается Машиностроения То вот как раз Вот эта деятельность Полностью сейчас В настоящий момент Ликвидирована То есть вот Я уже говорил Что промзона работает Частично сейчас Но вот Именно машиностроительные Предприятия А именно Завод Фрезер И завод Станкоагрегат Они полностью Разрушены И Ну то есть Они не работают Полностью Уже не работают Станкоагрегат Держался намного Дольше Чем Фрезер Но и Совсем недавно Он тоже был Ликвидирован Это предприятие Вот именно То есть Машиностроения Здесь уже Нет Просто вот Полностью Нет А что касается Складов То ну частично Склады работают Хотя опять же Не в том объеме И скажем так Немножко не в том Профиле В который все-таки Все это было В советское время То есть если В советское время Это больше было Склады разных Так сказать Таких каких-то Ведомств Министерств Ну каких-то Больших там Магазин То сейчас Это в большей степени Это аренда То есть Какие-то Небольшие организации Небольшие компании Они арендуют Разные площади Складские Да Ну под разные Свои Так сказать Какие-то Потребности То есть Это больше уже Не такие Какие-то Огромные Большие склады А в большей степени Это уже Склады Такие как бы Большие склады Разбиваются На вот Небольшие Так сказать Помещения Да Ну как часто Это сейчас В общем-то Происходит И по всей Москве Да Да, и по всей стране. Ну что ж, давайте немножко мы познакомимся с теми предприятиями в целом, да, которые здесь работают или когда-либо работали основные предприятия. Ну и я уже, в принципе, возникла эта промзона, как я уже сказал, с вагона ремонтных мастерских, которые, ну понятно, чем занимались ремонтом вагонов всяких, так сказать, там, их колесных паузов. Ну, в общем-то, то, на чем они ездят, то есть понятно, да, они ездят, эксплуатируются, что-то, так сказать, ломалось и сразу отправляли на этот завод. И эти мастерские, они принадлежали знаменитому меценату, предпринимателю фон Мекку, который, так сказать, в России имел несколько бизнесов, да, несколько заводов, ну в частности вот эти мастерские тоже. И до революции 17-го года ему они именно принадлежали. Ну, впоследствии, естественно, прошла национализация, но деятельность, в общем-то, мастерских, она продолжилась. И они уже были переименованы в Перовские вагонремонтные мастерские. Ну, а впоследствии, ну, потому что рядом находился подмосковный город Перово, ну, сначала село Перово, а потом уже и подмосковный город. Вот. Но еще, в принципе, до войны эти, ну, постепенно стали переводить эти мастерские, да, уже, во-первых, они стали заводом, а не мастерскими. То есть уже увеличились, соответственно, их площадь, да, и, соответственно, их, ну, были построены новые здания, скажем так, да. Ну, их перевели от ремонта вагонов до ремонта локомотивов, то есть, ну, как еще это называть, электровозов. Ну, и, соответственно, завод был переименован, ну, мастерские, да, сначала в Перовский. Перовский вагонремонтный мастерский стали Перовским локомотиворемонтным заводом. Ну, а когда город Перово вошел в состав Москвы, а произошло это в 1660 году, то, соответственно, завод был переименован в мастерский локомотиворемонтный завод, каковым он является и сегодня. В этом заводе 8 цехов, вот, вы его можете видеть прекрасно, когда выйдете на железнодорожной платформе Фрезер, ну, или сейчас Андроновка. Я имею в виду это казанское направление. Вы уходите на платформу и сразу же перед вами, прямо на всем протяжении платформы, с одной стороны, бывший завод Фрезер, вот, и как раз там шоссе Фрезер и первая Фрезерная улица, а с другой стороны, прямо сразу, их невозможно не заметить, такие большие корпуса, их довольно много, вот, и там еще локомотивы всякие стоят, в том числе ржавые, страшные, но некоторые и более-менее ничего. Вот это вот как раз локомотиворемонтного завода. А вокруг завода еще идет проезд Фрезер, называется. Вот, и, собственно, по этому проезду Фрезер как раз и числится вот этот вот локомотиворемонтный завод. Но он взял большую территорию, с платформы видна только часть этого предприятия, а там еще за ним, за вот, так сказать, этими корпусами, которые видны с платформы, еще идут еще довольно много корпусов, но там 8 цехов только, а еще много всяких совмогательных там разных строений, объектов и так далее. То есть там разброс по территории довольно большой. Ну, вот, собственно, если по карте, то это будет вот здесь. Вот. Вот такую территорию большую, довольно, вот, между, фактически, северо-восточной хордой и вот как раз железная дорога вот этой платформы Фрезер как раз занимает вот этот вот завод локомотиворемонтный. Ну, и, наверное, нет смысла говорить, чем он занимается, ну, понятно, ремонтировать локомотивы, да, электровозы разных видов и все, что с этим связано. Те же колесные пары, там, тормоза, всякие задвижки или там шкафы, электрошкафы всякие, там, питание, ну, все что угодно, да, локомотивы, любые могут быть поломки, да, плюс покраска, плюс модернизация, да, то есть какие-то, так сказать, некоторые дополнения, да, то есть, так сказать, некие... Ну, как сейчас говорят, рестайлинг такой, да, относительно, так сказать, вот, рестайлинг электровозов, да, проходит. Так что, ну, вот все, что касается вот именно того, чтобы вернуть в эксплуатацию локомотивы и как-то усовершенствовать, улучшить и так далее. Ну, все вот этим занимается завод, в принципе, он такой вполне себе работающий, там, вакансия дополна, ну, правда, зарплата, конечно, так себе, ну, там где-то в районе, там, 30-60 тысяч, но там зависимости, допустим, от, конечно, профессии, ну, например, там, допустим, мастер-участка, у них там где-то в районе 60 тысяч получает, ну, слушайте, это, по-моему, какие-то весьма небольшие деньги, понимаете, мастер-участка, то есть, это же человек, который, ну, я не знаю, под ведомством его находится, по крайней мере, там много человек, то есть, там нужен большой опыт работы, то есть, нужно знание, хорошее дело, это достаточно, ну, такая сложная, да, специальность, такая профессия, и, в общем-то, 60 тысяч, то есть, даже меньше, чем 1000 долларов, да, человек получает, ну, если в переводе, ну, прямо скажем, конечно, деньги не очень большие, и поэтому, наверное, там, вакансии, в общем-то, и есть, а условия труда, конечно, там, достаточно сложные, в этом, на этом заводе. Ну, что же, что касается компании Полимер Сбыт, ну, эта компания, она возникла тоже в 39-м году, тоже 30-е годы, вот, как завод Пластмасс, Карачаровский завод Пластмасс, ну, соответственно, по местности Карачарова, по бывшему селу Карачарова, вот, и, ну, собственно говоря, сейчас это называется Акционерное общество Полимер Сбыт с 90-х годов, ну, и, в принципе, выпускает она всякие изделия из пластмассы, там, и для ванных комнат, сантехника, то есть, там, и для офисов, для детей, то есть, это могут быть всякие контейнеры бесконечные, стаканы, мыльницы, хлебницы, всякие держатели, там, вот, ну, подставки, там, ванну разные, все, что угодно, то есть, там ассортимент, он, там, богатый, включает в себя, там, чуть ли не около 500, а может, даже и больше наименований, ну, действительно, большой ассортимент, в том числе, в этом магазине есть, в этом предприятии есть фирменный магазин, который находится рядом, где можно, в принципе, купить продукцию этого завода, вот, находится она на 2-й Карачаровской улице, вот она, 2-я Карачаровская, тоже неподалеку, вот, от Нижегородского направления Московской железной дороги, вот, ну, недавно там он немножко погорел в этом году, даже, если, прям, некоторые стали в панику, что он, прям, сгорел, да нет, он не сгорел, ну, там был пожар, действительно, большой, там сгорела часть продукции, этого завода, то есть, это пластиковые, ну, всякие изделия, там, видно, на складах хранились, и они сгорели, поэтому пожар достаточно большой был, ну, в силу того, что пластик, он, конечно, горит хорошо, ну, и потушить его не так просто, так что, вот, эта компания, она работает, и рядом с ней находится, как раз, третья работающая большая компания, она числится по 1-й Карачаровской улице, вот здесь находится полимерзбыт, а сразу же, прям за ней, большую территорию занимает деревообрабатывающий комбинат номер 3, ну, или сокращенно, ДОК-3. Эта компания была основана в 1331 году, тоже 30-е годы, вот, так сказать, один из столпов этой промзоны, и, как ни странно, хотя многие уже деревообрабатывающие комбинаты у нас были обанкрочены и закрыты, но вот эта компания, она до сих пор достаточно успешно работает и выпускает разные окна и двери из разных материалов, и, кстати, не только из дерева, хотя я называю все деревообрабатывающие, но выпускает, в том числе, из ПВХ, ну, как сейчас это принято, да, вот это ПВХ-профили, а также из алюминия, то есть из металла, получается. Ну, из дерева тоже выпускает, ну, и, соответственно, другие. Плюс еще, так сказать, осуществляет дополнительно, как бы, еще и проектирование, доставку и монтаж под ключ. То есть, грубо говоря, ты можешь не только купить, но еще и, так сказать, получить весь комплекс всех услуг, да, ну, то есть, как говорится, вот, идеи, да, той или иной двери, там, окон, там, остекление балконов и так далее. Ну, и вплоть, так сказать, до буквально монтажа, то есть уже действительно, когда тебе все полностью сделают, от тебя останется только заплатить, ну, принять работу, соответственно, и заплатить. Да, предприятие действующее, и действительно, в общем-то, оно на плаву находится, занимает довольно большую территорию, много там корпусов, оно было, прошло такую существенную реконструкцию в 50-е годы еще, ну, и, в общем-то, с тех пор оно, ну, в целом, вот корпуса, в основном, тех вот годов 50-х, в основном, 30-х, там почти ничего не осталось уже, а вот с 50-х, там еще есть, ну, дальше потом что-то, конечно, еще немножко что-то строилось, но, в целом, вот, вид еще, конечно, такой, можно сказать, чисто советский, вот. Ну, а, конечно, начинка внутренняя всякие-то, там, конечно, да, там, естественно, уже в соответствии с современными требованиями, там, заказами и так далее. Так что это предприятие, оно достаточно стабильно работает, и, в общем-то, номенклатура изделия у них достаточно большая, так как и у полимер-быта, вот. То есть, там, множество разных дверей, окон, чего угодно, в принципе, сделают лишь бы только деньги заплатить. Вот. Ну, может быть, какая-то часть дается в аренду, я, честно говоря, что такие, там, детали не знаю, возможно, что-то там частично арендуется, конечно, на территории и полимер-быта, и, соответственно, и этого ДОКа-3, но, в целом, по крайней мере, это действующее, работающее предприятие. Ну, вот, собственно говоря, и все из промышленности, что есть в этой промзоне. Ну, естественно, прямо, скажем, ну, можно сказать, что не густо, конечно, да, но, с другой стороны, ну, слушайте, по крайней мере, ну, хоть что-то, это не так уж и плохо в наше время, когда, так и слышно, что там предприятие закрылось, тут закрылось, вот, там застроят промзону, да, и здесь вот, да. Поэтому, ну, пожалуй, что это одна из тех промзон, которые, ну, вызывают, по крайней мере, все-таки хоть какую-то радость, да, ну, хоть немножко что-то действует. Что касается, собственно, главного завода, который здесь находился, машиностроительный завод Фрезер, вот, по которому названы и шоссе Фрезер, и три Фрезерные улицы, вот, ну, правда, сейчас третья улица, она еще в 60-е годы была переименована в Басовскую улицу, или в Басовскую, тут я, честно говоря, точно не знаю, как это правильно, ну, там в честь военного человека, был военный инженер Владимир Басов, который там погиб во время работы там, так сказать, героически, вот, и переименовали, а он жил как раз на этой третьей Фрезерной, ну, и переименовали эту улицу. Ну, осталось все равно две Фрезерных, шоссе Фрезер, платформа Фрезер, которую, правда, опять же, переименовали совсем недавно, в этом году, кстати, в Андроновку зачем-то, ну, ладно, это, конечно, к сожалению, печально, но тут уж ничего не поделаешь, может, все-таки потом переименуют обратно, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что все-таки это история, и зачем разрушать историю, мне совершенно непонятно. Завод этот Фрезер был основан в 1332 году, вот, это был завод режущих инструментов, вот, ну, как вот, Фреза такая, да, режущий инструмент, и, собственно, выпускал он разные режущие инструменты, там, плашки, метчики, сверла и прочую такую продукцию, ну, всего там несколько тысяч видов продукции режущего инструмента было для разных отраслей, там, для часовой промышленности, для приборостроительной, для пищевой промышленности, ну, то есть, разная вот вещь, и плюс выпускал еще также станки, станки для инструментальной промышленности, то есть, не только всякие разные, так сказать, инструменты непосредственно, да, вот эти всякие, но и сами станки выпускал, на которых потом, соответственно, уже, для разных отраслей, на которых потом уже, соответственно, выпускались разные виды продукции. Вот, ну, завод действительно был громадным, выпускал очень много вот видов, как я уже сказал, несколько тысяч, работал там более тысячи человек, в лучшие времена в советские, построено было много корпусов, которые в большей степени до сих пор сохранились, вот, и все было прекрасно, и завод работал, был востребован до 90-х годов, когда у нас случился развал, ну, и страны, ну, а вместе со страной и промышленности, и особенно пострадала, как вы, наверное, знаете, легкая промышленность и как раз машиностроение, то есть производство, средства производства. Вот, и завод Фрезер, он на себе это в полной мере испытал, начались задержки заработной платы, сокращение, падение заказов, продаж, ну, короче, государство было не до этого, и не до завода Фрезера, и всех этих станков, уже все менялось, и там вся страна, может сказать, развалилась, а новое только-только начинало, поэтому тогда, конечно, вот погибли многие заводы, но Фрезер, кстати, его, по сути дела, просто принудительно развалили, намеренно развалили. То есть, там как бы было два периода. Первый период, он был в начале 90-х, там не намеренно, там, понимаете, там действительно реально было, ну, скажем так, очень сложно, потому что там действительно были большие падения продаж, были невыплаты зарплаты, то есть люди уходили, ну, все, то есть там действительно серьезное было падение производства. Но потом, как-то завод, он все-таки воспрял, да, и смог найти в себе силы, скажем так, на второе дыхание, на второе рождение, как бы, да, то есть когда казалось, что уже все, но все-таки каким-то образом руководство смогло вот все-таки как-то вдохнуть новую жизнь, и опять стали появляться какие-то заказы, были восстановлены какие-то прежние связи, налажены новые связи, то есть, ну, скажем так, производство опять пошло, ну, если не в гору, то, по крайней мере, стало восстанавливаться. А вот потом уже, в конце 90-х годов, вот потом, ну, очевидно, уже новое руководство, вот оно уже намеренно, намеренно стало развалить этот завод. То есть путем подставных фирм стало продавать активы, ну, в общем, вот эти все цепочки, а потом фактически, ну, то есть своим же каким-то дочерним аффилированным компаниям, а потом, по сути дела, просто взяло и объявило этот завод банкротом. Ну, то есть подало, ну, не оно объявило, а подало заявление в суд о признании банкротства. Ну, и оно, собственно, было, так сказать, признано, понятно. Вот, вся эта канитель долго продолжалась, около 10 лет, ну, чуть поменьше, и в итоге банкротом завод был признан в 2004 году. Это, можно сказать, вот последний год, в общем-то, жизни этого завода фрезер. Ну, то есть, по сути, его принудительно, потому что, в общем-то, он вполне-вполне еще мог жить, и, так сказать, все эти изделия, которые он выпускал, они вполне востребованы, и, конечно, еще, так сказать, долгие-долгие годы мог бы поработать. Ну, и что мы сейчас видим? Мы сейчас видим то, что в этих цехах бывших заводов, в разных помещениях, там находится масса всяких арендаторов. Интернет-магазины, какие-то консалтинговые рекламные агентства, всякие автомасла и всякие там какие-то юридические компании, ну, чего там только нет, короче. То есть, какие-то цифровые типографии, там, какие-то небольшие, ну, много-много всякого-всякого разного, нет только производства практически. Ну, может быть, какой-то небольшой, там, минимальный, кто-то что-то и производит, какая-то маленькая компания, где-то, что-то там, в каких-то комнатках, да, небольших, так сказать, вот. Но, по сути дела, вот как такового производства настоящего большого здесь, конечно, уже нет. Вот, это дается в аренду, и, ну, вроде бы, пока сносить не собираются, но я думаю, что просто это место, оно не очень привлекательное, потому что оно находится между тремя железными дорогами, от метро далеко, вот. Ну, железная дорожная транспа далеко не самая лучшая, и, скажем прямо, за эту промзону как-то никто особенно как-то не хочет браться. Вот, потому что слишком уж она неудобно расположена, труднодоступная, мало таких вот связей. Ну, одни железные дороги, все, они как бы сковывают всю вот эту территорию, и не очень-то здесь как бы привлекательна для застройщиков вот эта территория. Ну, знаете как, я думаю, что пока еще ездят строить все-таки, да, вот, а потом еще пройдет, может, там 10-20 лет, когда уже в пределах МКАД, по крайней мере, уже все застроят, и совсем уже будет негде. Ну, тогда, наверное, я думаю, что и скажут, ну, ладно. Давайте уже, сойдет и эта промзона, да, давайте снесем. Ну, по крайней мере, пока, вроде как, эта территория бывшего завода Фрезер, она застраиваться не будет, то есть там пока просто будет вот всякая аренда. Ну, еще один завод, я бы упоминал, который тоже совсем недавно был объявлен банкротом, если быть точнее, в 2018 году. Ну, там в 2018 вроде только подали еще на банкротство, а вот эта вся процедура шла, а, собственно, объявили окончательно уже как об исчезновении юридического лица, ну, собственно, этого завода, именно в начале вот этого 2020 года. Это завод Станкоагрегат. Ну, если более полное название его, это завод специальных станков и автоматических линий Станкоагрегат. Вот, он тоже возник в 30-е годы, даже, по-моему, с 29-го он еще возник, годы, едва ли, можно сказать, не первым, но после локомотивного завода уже был с 29-го еще года. Но только единственное, он сначала выпускал не станки, а разные металлоконструкции для всяких разных строек Советского Союза. Там Непрогресса, там разного Челябинского тракторного, там, ну и так далее, разных металлургических заводов, которые тогда строились, в общем-то, по всей стране. Ну, в период индустриализации. Ну, в частности, он участвовал там, всякие пролетные строения, делал там, для Белорусского моста, там, вроде, для Зилу что-то делал. Ну, короче, много всякого разного сделал, в том числе и для Москвы, и для других городов. Ну, а уже после войны, уже в 50-е годы, он, собственно говоря, был перепрофилирован, и вместо металлоконструкции стал выпускать, собственно говоря, станки. Вот, станки, специальные станки, и даже линии. В основном, для автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Ну, что это значит? Ну, значит, он выпускал станки, которые потом поставлялись, например, на ЗИЛ, в частности, да, на ЗЛК, на ГАЗ, Горьковский автозавод, допустим, на другие автомобильные предприятия. А потом, собственно, вот, станки, да, а потом на этих станках делали всякие детали и уже, ну, и всякие автоматические линии, и на них уже, вот, на этих станках и на линиях уже, собственно говоря, производились машины. Да, всякие ЗИЛовские, там, АЗЛКшные, то есть, москвичи, там, допустим, да, ГАЗы, там, Волги и так далее. То есть, он делал станки, а на этих станках потом уже рабочие, там, ЗИЛа, там, АЗЛК и прочих заводов автомобильных, они уже производили, соответственно, машины. Вот. Ну, и также и сельское хозяйство, в основном, трактора, допустим, да, например, для тракторного завода какого-нибудь оборудования, станки, да, и на этих, на этом оборудовании, который произвел этот завод, на них, соответственно, производили уже потом и трактора, допустим, разных марок. Уже на тракторном заводе. То есть, он производил средства производства, а потом уже, соответственно, на заводах уже делали готовую продукцию, то есть, выпускали уже трактора для сельского хозяйства. Ну, и кроме того, также всякий шарпотреб, товарнородное употребление, тоже мебельные изделия производил, ну, много всего. А в последние годы уже он стал производить, он, в частности, например, камеры для снегоплавильных пунктов, допустим. Или, скажем, мусоросфортировочные станции тоже, что сейчас довольно-таки актуально, да, где можно было мусор сортировать, да. То есть, ну, достаточно такую, в принципе, нужную, важную продукцию делал, которая очень достаточно востребована и сегодня, и, в общем-то, всегда была. Ну, видите как, в общем-то, его, конечно, во многом принудительно тоже обанкротили и, в общем, скажем так, тоже, наверное, готовят территорию под застройку жильем. Наверное, это будет такой пионер в застройке жильем, но не считая там дома по реновации на шоссе Фрезер. Этот, кстати, завод находился на второй Фрезерной улице, ну, даже, даже не, это самое, не за второй, вон здесь вот, между Басовской улицей и вот Перовским шоссе. Ну, он, по-моему, по Перовскому шоссе чистился, этот завод. Вот, даже здесь вот стадион до сих пор сохранился еще для рабочих завода Станк Агрегат. Ну, в общем, вот здесь такая небольшая территория, но он уже, конечно, теперь просто обычный стадион футбольный. Ну, и вот эта территория, вот между Перовским шоссе и Басовской улицей, вот как раз там много всяких тоже производственных корпусов, и все это лежало там на заводу. Все, завода больше нет, пока там все, в принципе, как бы банкротство, аренда, конечно же, все, всякие сторонние компании, но, опять же, это уже не производство, а всякие там разные консалтинговые, рекламные, всякие юридические, налоговые и прочие, прочие, так сказать, компании, интернет-магазины всякие и все такое. Вот, так что завода этого больше нет. Что уж там будет дальше, это, сказать, сложно на этой территории, ну, может быть, со временем ее тоже застроят жильем, но, наверное, это будет прямо не в ближайшее время, а все-таки несколько попуже. Рядом также находится научно-технический центр Космос, ну, Космос, космического приборостроения, ну, бывшая-то когда-то НИИ, космического приборостроения, ну, понятно, чем занималась, то есть, выпуском разных приборов, которые применялись в разных космических аппаратах, для того, чтобы была там связь с Землей, да, ну, и вообще в целом, так сказать, для обеспечения их полетов и так далее. Вот, разного управления Земли, команд разных и так далее. Ну, а в 90-е годы был преобразован научно-технический центр Космос. Ну, и этот, по-моему, он уже не работает, насколько мне известно, и эту территорию хотят уже вроде как отдали застройщику, ну, или, по крайней мере, готовятся отдать, то есть, там хотят строить уже тоже жилье. Ну, потихонечку-потихонечку подбирается к этой промзоне, вот, хотя, опять же говорю, она не очень привлекательная, мягко говоря. Вот, в общем-то, совсем не привлекательная, если так уж по большому счёту. Ну, на безреберак рыбы, когда уже почти строить негде, да, уже мало где что-то можно, осталось в свободном пространстве, уж тем более в пределах МКАДа, то, ну, и сойдёт и такая промзона. Вот. Ну, и вторая, значит, я уже говорил, специализация этой промзоны, это, конечно, склады. Складов здесь всегда было много, и в советское время, ну, и отчасти и сейчас, хотя, опять же, ну, не так, конечно, как в советское время. Склады, они в основном были сосредоточены около Горьковского управления, Шигароцкого, то есть здесь вот, между 3-й Карачаровской улицей и вот этой железной дорогой. Здесь вот одни сплошные, в основном, склады. Это склады ГУМа, склады Детского мира, склады Главснаба, вот. И раньше, так сказать, ещё был большой склад, как бы, как центральная база Министерства торговли, РСФСР, не СССР, а РСФСР, ну, то есть, одной из 15 союзных республик. Большая была база, потом она была преобразована в складскую базу Карачарова, вот. Ну, а что-то там уже вроде снесли на этой территории, что-то даже там и погорело, тоже какие-то пожары были. Ну, в общем, ну, часть какая-то осталась. Есть просто какие-то складские базы от разных ведомств и так далее. То есть, складов здесь всегда было довольно-таки много, часть их тоже осталась, но уже они больше принадлежат не каким-то ведомствам, а в большей степени уже, опять же, как я уже говорил, просто небольшим, в общем-то, частным, как правило, компаниям. Ну, возможно, что что-то осталось от складов ГУМа, детского мира, может быть, что-то от них осталось. Хотя, я думаю, что в большей степени уже всё-таки всё сдаётся в аренду. Также здесь, неподалёку от складов находился лесопильный завод ещё в советское время, где-то примерно до 80-х годов, но его отсюда убрали ещё в советское время. То есть, он был, но потом где-то уже ближе к 80-м его отсюда убрали. Вот, ну, автосервис, как обычно, всякие автостоянки, хотя, кстати, их не так много, как, допустим, в некоторых других промзонах, но здесь и промзона уж не очень такая большая, ну, такая средняя, я бы сказал. Вот, и переработка лома вторсырья, лома разных металлов, она проходит около станции Перова, и вот если вы когда-то были на станции Перова, да, электричку ждали, то, наверное, видели, какое такое... всё это сопровождается таким звуком, вот, как падающего металла такого, да, ну, как бы что-то такое рассыпается, да, и это вот идёт погрузка в машину, вот как раз лома вторичных металлов, ну, как бы, в Тормета. Вот, эта база довольно давно уже работает, и находится на Карачаровском шоссе. Ну, шоссе так себе, как бы, ну, не столько шоссе, сколько просто такая небольшая улица, ну, как бы, называется шоссе. Ну, Перовское шоссе тоже, кстати, на шоссе не похоже, и как... это как и шоссе Фрейзер. Здесь все эти шоссе, и Фрейзер, и Перовское, и Карачаровское, они не похожи ни в коем случае на шоссе. Это обычные улицы, обычные совершенно, или проезды, но никак не шоссе. Ну, названо шоссе, ну, наверное, когда-то в своё время они были как-то более похожи на шоссе, ещё там в какие-то годы возникли, там, может, в 30-е, там, когда ещё, конечно, не было таких крупных и больших шоссе, как сейчас. Ну, они ещё как-то больше походили на шоссе. Ну, а сейчас уже, конечно, немножко смешно даже, когда, в общем-то, обычные такие, довольно узкие, проезжие части называют шоссе. Вот, аж там, ну, вот, в Торсельё, да, там работа, работа идёт. Кроме того, также здесь работал 10-й автокомбинат, вот, и там же находилась автобаза, вот, Мострансавто, или Мостгортранса, как-то так. Вот, ну, сейчас он уже не работает, да и даже там ремонтные мастерские неподалёку находились. Это вот на 2-й Фрейзерной улице мастерские находились на 2-й Карачаровской улице. Вот, ну, сейчас там находятся машины эвакуаторов. Всё заставлено, если вы видите машину эвакуаторов. Это вот здесь, вот она, вот эта территория, здесь вот находился как раз, вот этот 10-й автокомбинат, ну, который, собственно, снабжал машинами, собственно, предприятия этой промзоны, осуществлял всякие грузовые перевозки. Ну, там и не только, так сказать, между предприятиями, но вот этой промзоны. Ну, и в целом, вот, и по городу, и по стране. Ну, в том числе, перевозки нефтепродуктов, всяких сыпучих грузов, ну, и так далее. Много всего. Ну, сейчас там уже одни эвакуаторы стоят. То есть, отдали, судя по всему, московскому транспорту компании, при правительстве Москвы. Ну, и вот они там эвакуаторы стоят, а потом, соответственно, едут по Москве и эвакуируют всякие неправильно припаркованные автомобили. Вот. Ну, а эти мастерские, там, на 2-й Карачарской, там сейчас пятерочка находится, и всякие там какие-то тоже интернет-компании. Ну, короче, все в аренде. Уже они давно не работают. А здесь, кстати, рядом вот, с этим вот автокомбинатом 10-м, вот здесь прям на 1-й фрезерной улице находился еще один склад, центр книга называется. До сих пор такое большое здание, где хранились книги. В книге был такой большой книжный склад. А зачем он был? А потому что там хранились книги, а потом они развозились по книжным магазинам. То есть, вот книги их привозили не сразу в книжные магазины, а привозили сначала на склад. То есть, вот, допустим, там, ну, из разных типографий, да, там, Советского Союза тогда еще, да, вот, привозили, соответственно, вот, книги сразу на этот вот склад. Назвался центр книга. Ну, как бы центр книг. И на этом складе они хранились, да, их сюда привозили, они там ставили штабелями, и потом из этого склада уже машинами их отвозили в разные книжные магазины нашего города в частности. Ну, не только нашего, и в другие тоже города, и в Подмосковье, и другие, и так далее. То есть, уже потом транспорт развозили. Ну, кому сколько надо, там, по заявкам, по заказам, там, и так далее. Разные магазины заказывали, кому сколько надо, какие книги, наименования. И тут все это комплектовали, и, соответственно, развозили по магазинам. Вот. А в последние годы, вот я помню, еще этот склад, он торговал уже книгами. Я не знаю, была ли в советское время какая-то продажа книг, но вот уже в 90-е годы, в 2000-е, ну, еще недавнее, в принципе, время, там можно было купить книгу, в принципе, по достаточно низким ценам. Ну, в том числе и советские книги, ну, не только советские, и другие книги, тоже можно было, в принципе, прикупить. Многие приезжали, даже со многих концов Москвы, но узнали про это, и там вот закупались книгами по дешевым ценам. Ну, потом, может, перепродавали, ну, а может, и себе брали, не знаю. Ну, вроде как, в последнее время уже там ничего не продается, но точно тут я точно не могу сказать. Возможно, все-таки там еще и до сих пор можно купить какие-то книги. Ну, понятно, что здание закирело, конечно, естественно, что уже так, производит такое впечатление чего-то такого, ну, если не заброшенного, то, по крайней мере, чего-то такого уже, ну, далеко прошлого, скажем так, прошлого времени, советского времени, точнее. Вот, так что вот еще один склад тоже был, книжный склад. Ну, и так далее, да, то есть тут складов было довольно-таки много. Вот, также до сих пор работают два колледжа, строительных, я имею в виду, колледжа. А еще есть колледж связи, тоже работает. Вот, а раньше еще был инструментальный техникум. Вот, он, инструментальный техникум, он находился на шоссе Фрезер, где вот отходит пятый кабельный проезд. Вот он между пятым кабельным проездом и шоссе Фрезер. Вот здесь он находился. Ну, и понятно, что там готовили, так сказать, рабочих специалистов для завода Фрезер и Станк-агрегат, которые здесь находились. Ну, то есть, так сказать, специалисты-инструментальщиков, которые потом, соответственно, работали в основном на этих заводах. Ну, не только на них, конечно, но в основном, конечно, на них. То есть был специальный даже вот вот вот. Ну, он его давно уже нет, и там тоже аренда, всякие-то и учебные учреждения частные работают, и всякие компании. Ну, такое довольно большое здание, и тоже все в аренде находится. Вот. Ну, и жилые дома, понятно, здесь, в принципе, не так их много, но все они, в общем-то, были от заводов разных. То есть там жили рабочие, удобно, конечно, было жить, и, соответственно, тут же работать неподалеку. Вот. Ну, такой, фактически, маленький анклавчик такой был. Люди там практически все друга знали в советское время. Вот. Они те же магазины, работали практически на одних и тех же заводах. Ну, в общем, такой был свой мирок вот в этом треугольничке таком, где сейчас находится вот эта промзона. Ну, естественно, что в 90-е годы все посыпалось, но уже даже 80-е, и уже потихонечку, особенно в конце, конечно, 80-х, когда перестройка началась, и уже признаки появились, конечно, все, уже и народу стало прибавляться как-то, и уже все, признаки деградации пошли этой промзоны. Ну, и... А потом 90-е, конечно, уже эмигранты появились, ну, и все. И все эти, в общем, такие, как бы, рабочие связи такие, вот, да, и дружеские связи, они, в общем, практически стали рассыпаться, и сейчас там, я не знаю, кто вообще кого знает. Ну, наверное, кто-то, может, кого-то и знает еще там по старой памяти, может, старые там люди, да. Ну, в целом, там, такая же ситуация, как, по сути, и по всей Москве. То есть, никто особо никого не знает, даже соседи там и так далее. Ну, то есть, уже все перемешалось, и люди, где ни по пути, работают, в разных районах Москвы, там, и где угодно, да, и так далее. Много приезжих, все понятно. Хотя, вроде, не строится, но аренду сдают тоже, квартиры и так далее. То есть, как бы, аура вот этого такого микрорайончика, да, вот этого, как бы, такого, этого места, она, по сути дела, сейчас, ну, почти утеряна. Ну, может быть, немножко что-то такое еще остается, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть, как бы, все-таки стоят еще эти здания там, заводы, построенные в советское время. Ну, что-то еще, вроде, продолжает работать. Ну, то есть, что-то, конечно, немножко теплится какая-то такая, вот, своя атмосфера. Но она с каждым годом, конечно, все больше уходит. Вот. Ну, вот, наверное, все, что я хотел бы сказать в целом, сделая обзор этой промзоны Карачарова, вот. Ну, и перспективы, конечно, такие, что пока, в принципе, наверное, как бы, такой статус-кво будет сохраняться. То есть, как бы, вот эти заводы, они продолжат пока свою работу. Ну, а в остальном будет аренда, да, и складов, и всяких помещений, бывших производственных, складских, под разные нужды. Больше степени непроизводственного назначения. Но в дальнейшем, в дальнейшем, наверное, все-таки...